Ну, мы берем те случаи, когда с намерением каким-то, но получилось так, что ты там борешься и человеку, допустим, ту же подсечку сделал, вывел и ударил сильно по ноге. Можно как бы там добить, но это будет не очень правильно. А можно как бы там, да, в ручки поднял, показал, что там типа извини случайно, и типа там простил, простил, все, помеслось дальше. То есть это, ну, вежливость у нас победить. А вы в спорте, в джудо как в спорте, вы вежливый болец? Вы интеллигентный, то есть я не зарубаюсь, я не угнетаю, я не стараюсь кого-то прибить. Я... сейчас вы меня прям... хотите, чтобы один из кодекса скромности я нарушил? Нет, ну, если нет, опять-таки скромно, если это факт. Да, если не скромно говорить, то я все-таки считаю себя там, ну, довольно-таки техничным спортсменом, да, нисколько физически сильным, а нисколько... Нет, подождите, ваша подсечка в финале абсолютного чемпионата мира 2001 года... Ну да, это шедевр. Да, я как бы техничный, поэтому я никого не сжираю, я более технично борюсь, я человека поймаю, ну, выведу его своими какими-то захватами или перехватами на удобную позицию и проведу прием. И я от этого, скажем так, кайфанул, да, и не, скажем так, унижу спортсмену. То есть я покажу, что, да, я там технично борюсь, ну, более технично. Да, я опять же привожу сейчас, например, в финал чемпионата Европы в Челябинске 2012 года, я с Барным Бором борился много раз, до этого выигрывал, потом на какой-то промежуток, видимо, как бы вот он хорошо поработал над всем, и мне стало тяжело с ним бороться, реально тяжело. То есть, да, последние, там, две, по-моему, или три встречи я даже проиграл, просто вот как. И здесь для себя я выработал другую стратегию борьбы, посчитал, что, ну, вот я буду бороться по-другому. И я его на этом понял. То есть, в принципе, схватка, которая чаще всего заканчивалась в конце, там, по наказанию или еще что-то, была закончена, по-моему, меньше, чем до 30 лет. То есть, да, просто я вышел, как бы поставил свою схему борьбы, причем я поставил тренера в известности, то есть это немного тоже. Я ему сказал, что я подумал, и я считаю, что так можно. Он говорит, давайте подумаем. Развить это качество вежливости в занятиях можно? Само, само. То есть, здесь вот, мне кажется... Вот видите, здесь, как говорится, вежливость — это уважение других людей. Вот, да, здесь, мне кажется, это как раз, наверное, прерогатива уже, прямо в основном смысле слова «тренера». То есть, да, потому что, ну, нас на тех же, там, тренировках, как бы, да, вот, когда дети, там, да, друг другу что-то задираются, да, ты можешь, как бы, объяснить, чтобы друг другу, да, так, сделали боку, да, дали лакешку, все нормально, все хорошо, и продолжают дальше, там, тренировку, все. То есть, здесь, мне кажется, примерно играет в большую роль, которая может, именно, повлиять на отношения друг к другу, чтобы были они убеждены. Твои спортсмены, которые здесь, здесь, примерно, я думаю, всегда большой. Ну, вот мы, в принципе, обсудили все, а, такие, столпы этого кодекса. Дружба, уважение, искренность, честность, скромность, самоконтроль, храбрость, вешивость. Вот как вы думаете, все вместе, вот это все, это, как бы вы могли, вот, как это, вот, одним-двумя словами назвать? Ну, знаете, я скажу, я, наверное, буду банален, но скажу, что вот это все, наверное, и есть дзюдо, что именно видят за горками, да, и, наверное, и подразумевают под философией, да, вот, как раз, вот этот вот кодекс всех этих качеств человека, который, на мой взгляд, если спортсмен не сильно обладает, ну, он априори не может быть просто, просто даже человек. Вот, поэтому, у нас вид спорта тот, который, действительно, как бы, делает людей хорошими, если ты следуешь кодексу, да, дзюдоиста, если ты также разделяешь философию дзюдо, то есть здесь может быть хорошо. Но это... Этому следует уделять внимание, как вы думаете, во время тренировочных занятий? Ну, вы знаете, это все, наверное, больше мечты дзюдо зигарка. То есть по нашей жизни сейчас, ну, другие ценности, реально другие ценности. То есть, да, сейчас все упирается в одно, в результат. Хорошо. То есть, как вот мы, да, вот, до этого интервью говорили? Да, да. На мой взгляд, для того, опять же, сейчас, я думаю, многие, там, тренера, спортсмены просто там, меня начнут искренне ненавидеть, но уберите подарки, уберите призы, уберите вот все, что только связано с какими-то ценностями материальными и всем остальным. И, поверьте, в дзюдо остаются те люди, реально, которые разделяют философию дзюдо. Посмотрите, насколько их останется, много или много. Конечно, их останется гораздо меньше. Так, о чем мы речь. Дети моментально перейдут на другие виды спорта, связанные, опять же, там, с этими наборами. Не будем на такую ходить. Самбо, который сейчас рвется в Олимпийскую хартию и все остальное туда. Люди, которые там, функционеры, самбисты, наоборот, поднимут там все, для того, чтобы еще больше дзюдоистов пришло на самбо и все в таком плане. Все. У нас сейчас две крыльчных отношения. То есть, у нас сейчас нет того, что бы хотел видеть, опять же, там, Зигара Кана в своих мыслях, мечтах и всем остальном. То есть, у нас это все есть, но на уровне, знаете, как, когда мы с вами, не знаю, там, грубо, может быть, скажу, у вас там особняк на рублевке, у меня там особняк на рублевке, у нас там с вами бизнес, который там по ярду в год приносит. И мы с вами собрались, и вот в удовольствие ввозимся на тотамик. Нам не надо ни о чем париться. У нас все хорошо. И вот тогда, да, мы с вами будем соблюдать кодекс. Опять же, в зависимости от того, да, если такой бизнес идет, мы не сможем быть с честными за всем. А вот что касается дедо, мы будем с вами вежливы, мы будем заниматься правильно, мы будем все с уважением делать. У нас все хорошо, не надо париться. А когда, извините меня, ты молодой спортсмен, да, приехал, допустим, с периферии, там, в Москву для того, чтобы вырваться и все остальное, тебе будет все равно на уважение, тебе будет на самоконтроль, на все. Для того, чтобы только достичь своей цели, это как можно быстрее выйти на уровень топ, для того, чтобы там собрать как можно больше колобашек. Александр, ну, вот смотрите, у вас сейчас свой клуб. Да. Вы, как бы, на следующий этап в дзюдо перешли, вы становитесь наставником, учителем. Но разве не ваша задача, как наставнику учителя, уделять внимание вот этому кодексу? Вы же можете пойти двумя путями, согласитесь? Вы можете остаться на том пути, которым был, как бы, не надо никакой кодекс. Иди сюда, берешь так, здесь воткнул, здесь оторвал, здесь вставил и так далее. Или же пойти по пути кодекса, воспитать человека, который, несмотря на свои достижения, будет продолжать занятие дзюдо всю свою жизнь. Понимаете? Я вам скажу так. Здесь приходит плавировать, наверное, одним и другим. Четко отдаваться полностью кодексу и сказать, типа, я не буду вообще никак относиться к тому, что происходит в мире, в стране, в дзюдо, я буду следовать непосредственно кодексу дзюдоиста и все. Тогда, поверьте, я и мой клуб очень быстро прекратил существовать. То есть у меня это реально. То есть все равно для того, чтобы, да, опять же, клубы, которые существуют на гособеспечении и еще чего, они могут заниматься самодеятельностью. В прямом смысле сложить. То есть, да, могут не сильно, опять же, пока, наверное, дети, когда там результаты особо не нужен, они, да, могут прямо сказать, все, мы по кодексу дзюдо будем четко все, потому что от них пока ничего не требует. Опять же, пока. Потом до определенного уровня доходит, с вас будет требовать результат. И здесь уже, получается, ты понимаешь, либо ты будешь давать результат, либо тебя вежливо попросят, либо тебя просто прекратят финансирование. Что касается частных клубов, да, как у меня, мы живем за счет, как раз, количества спортсменов, которые приходят. Для того, чтобы их было больше, как вы правильно сказали, результат говорит сам за себя. То есть мне нужно будет все равно ездить на соревнования, много ездить на соревнования. Для того, чтобы, опять же, мои спортсмены выигрывали, иногда приходится вступать там в дебаты, да, непосредственно и с судьями, и с людьми, потому что это невозможно. Если ты просто пришел, и даже твой спортсмен сильный, но судей заряженный против, твой спортсмен отборится в одну схватку, и ты поедешь домой. Результаты не будут, тебе люди приходить не будут. Не будут приходить люди, тебе не на что будет жить. То есть у нас, поэтому я и привел пример. Если мы с вами сидим олигархами, да, там у меня куча бизнесов и все остальное, то я открою клуб, я вообще там сделаю, там все будет хорошо. Каждому из ребенка мне надо будет там париться, там он у меня с 10 лет будет там получать там зарплаты и все в таком, там с каждым нужно сделанные контракты и все в таком плане. То есть это все да, но это когда есть возможность, а когда ее нет, тебе приходится лавировать вот так вот и со стороны в сторону, где-то как бы, да, я, да, все кодексы все это делал, а где-то там, да, 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 да. Все, по другому никак. То есть да, правильно сделать, чтобы там у каждого частного клуба были непосредственно там спонсоры, да, но это тяжело сделать. Плюс были сделаны контракты определенные, да, где спортсмен не мог отпрыгать из клуба в клуб, да, там от тренера от тренера. Вот здесь уже такая глобальная работа. Да, да, да. А это как раз уважение. Немножко. А когда, извините меня, спортсмен там за 3-4 года поменял там 10 тренеров, это уже, извините, да, какое же там уважение-то? Нет. И не факт, что это как бы виноват непосредственно тот тренерский коллектив, который с ним работал. Нет, возможно, это немножко что-то другое. А когда есть, извините меня, спортсмен, есть тренер, спортсмен приходит к тренеру, тренер говорит, вопросов нет. Мы с тобой работаем в олимпийский цикл, 4 года, вот контракт. Ты получаешь столько-то столько. Из этих половины денег, допустим, ты кладешь в банк, то есть ты получаешь там, грубо говоря, рубль. Из этого рубля 50 копеек ты получаешь к себе там на карточку, 50 копеек идет на депозит. И в течение года, или там вот этих четырех лет, деньги откладываются туда, ты получаешь только половину на руки. Если все хорошо, ты 4 года был красавцем спортсменом, все это делал 5-10, у меня нет к тебе никаких претензий. Опять, честно, нет никаких претензий. Ты все выполнял тоже честно и искренне, то вопросов нет. Ты можешь продолжить со мной договор, забрав эти деньги, само собой, продолжить со мной, подписав новый контракт на 4 года. Либо, извините меня, ты скажешь, типа, нет, все было, конечно, здорово, но я не хочу больше с вами работать. Я с вами был искренним, честным, отработал. Я забираю, ты говоришь, у меня вопросов нет. Забираешь эти деньги из банка, все, мы закончили с тобой работать. Или, получается, это вот в идеале, да, это будет, скажем так, подстегивать спортсмена быть искренним, честным и все остальное. А если за эти 4 года произошли какие-то вещи, которые там он нарушил где-то в спортивном режиме, он был где-то, опять же, там, нечестным и все остальное, ты, опять же, это все прописано в контракте, с той суммой, которая лежит на депозитике, Минус, 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 минус. Если ты собрался куда-то уходить, опять же, опять же, эти деньги остаются уже. И тогда это будет дисциплинировать спортсмена. Потому что он понимает, что так я, грубо говоря, рубль целый имел бы в месяц, да, и даже закончив, я сколько получу, хорошо. Или если я уйду, я вот и все. И здесь будет совсем по-другому. То есть это будет дисциплинировать, то есть это будет уважение, это будет, ну, как бы, его скручать и все остальное. То есть, мне кажется, это будет правильно. И здесь тренер, который вкладывает силы, деньги и все остальное в спортсмена, он не будет обижен. То есть его права как тренера тоже будут защищены. Само собой, это должны быть хорошие юристы, которые сделают все правильно, чтобы это не был кабальный договор непосредственно для спортсмена или для тренера. И тогда это, на мой взгляд, это правильно, как раз вот, учитывая, что сейчас у нас рыночные такие отношения, и все, это будет выгодно всем. Ну, мы немножко, как бы, может быть, в такую более другую тему ушли, да, это реформирование системы. Просто нет, это получается как раз, я к чему говорю, заключая эти договора и все, мы как раз и будем спортсмена приучать. Вот когда мы снимем кодекс, потому что у него есть определенный договор. То есть, да, как вы говорите, мотивация следовать кодексу, потому что у него будет, если что, штрафные санкции. И здесь уже, если ты храбр, и ты считаешь, что ты честен, иди на пролом. Ну, ты тогда лишишься много всего, но ты будешь честен. Если ты считаешь, да, там, гнешь свою линию, причем, которая не соответствует человеку. Либо, опять же, ты будешь храбрый и будешь идти и следовать тому, что тебе учат тренер. Четыре года группы, опять же, там, в зависимости от того кодексу. Работать, честно, выполнять, искренне, дружелюбно и все, и у тебя все будет хорошо. То есть, вот он такой, скажем так, не совсем естественный, но мотиватор спортсмена следовать кодексу джудаиста. Ну, вот на этой, наверное, ноте все-таки, да, в конце вы сказали, все-таки джудаист должен следовать этому кодексу. Да, да. Для того, чтобы говорить, что он джудаист. Пусть, как бы, даже не вот полностью, но стараться следовать кодексу. Ну, как говорится, мы не все, как бы, идеальны, поэтому мы самосовершенствуемся день изо дня. Согласен. Приходите на джудо, несмотря ни на что. Однозначно. С вами был Александр Михайлов. Вы смотрели «Планета джудо». Джудо больше, чем 100.